Всем привет дорогие друзья, это видео очень опасно, особенно для меня, потому что мой кадык находится под угрозой, ведь герой нашего видео может оставить меня без него. Также есть большой риск, что те кто посмотрит мой видос, тоже останутся без кадыка, потому что Дмитрий Гордон мастер своего дела и вам будет непросто. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык выру, сука. И в этом видео мы не будем рассматривать всю его деятельность, связанную с пирамидками и продвижением разных там мракобесов, об этом уже и так всем давно известно. Сегодня же мы поговорим исключительно о спортивных достижениях нашего сегодняшнего героя. Особый акцент я конечно же сделаю на боях, потому что обзор трэш-боев это главная фишка этого канала. И в его исполнении подобные трэш-бои выглядят довольно забавно и способны очень сильно поднять нам настроение. Друзья, напоминаю также, что у меня есть украиноязычный канал, где выходит много уникального контента по спорту и не только. А сам ролик, который вы сейчас видите на экране, уже вышел там несколько дней назад. Так что думаю многим будет интересно увидеть его именно в украинской озвучке. И там недавно также вышло видео про Александра Невского и его позицию относительно войны в Украине. В общем, переходим к теме нашего сегодняшнего видео. Дмитрий Гордон продемонстрировал нам несколько приемов того, как нужно вырывать кадык. Выглядит слишком сурово, поэтому большая просьба забрать детей от экранов, ибо подобное может навредить их психике. Вырывать кадык вот так, без замаха. Вообще, больше всего удивляет реакция Соловьева на это видео. Как всегда, Кукарек бросает свой помет во все стороны, однако не понимает, что дерьмо летит против ветра и попадает в первую очередь в него самого. Мастер Великий Единоборств. Так, телеграм-канал дал уже объявление, что... О, точно, вот, говорит и показывает. Говорит и показывает. О чем говорит и что показывает, прямо, скажем, понять невозможно. Мастер Единоборств. Великий и ужасный. Вырыватель кадыков. Самый невидимый в мире Винни-Пух. Страшно, страшно, ой, боюсь, боюсь. Соловьевый помет даже не понял, что это был всего лишь рофал, и Гордон просто таким образом усилил популярность того самого мема, который он сам создал. Как известно, с Гордоном очень много разных мемов, он даже мерч сделал, используя свои крылатые фразы. Конечно, все, что было показано на тех кадрах, нельзя применять в реальной жизни. Во-первых, техника неподходящая, а во-вторых, скорость слишком медленная. В-третьих, манекен, он же не может ударить в ответ. Поэтому, более чем на рофал, это все не тянет. И удивительно, что кто-то серьезно пытается это все воспринимать. И тут можно только поугарать с происходящего на экране. Однако, были у Гордона и другие видео, на которых он демонстрирует свои невероятные удары. И уже этот видос не очень-то похож на рофал, хотя, возможно, он преследовал цель поднять настроение своим зрителям. И все подобные удары выглядят слишком забавно. А также смешно выглядят заявления самого Гордона относительно того, что он уже много лет занимается боевыми искусствами. Если быть точнее, занимается кикбоксингом. Хорошо, что не пошел по стопам Джигана и не стал утверждать, что является мастером спорта по кику. Мастер спорта, по-моему, по кику. Здесь три варианта возможных. Либо Гордон не очень хорошо занимался единоборствами, либо немного привирает. Хотя, возможно, просто рофлит таким образом, чтобы поднять хайп. В этом случае на рофал как-то это сильно не похоже. И я думаю, что на полном серьезе выкладывал подобные удары. И он их несколько раз демонстрировал в разных передачах. Существует мнение, что если бы у манекена были руки, то он бы смог опрокинуть Гордона на раз-два. Хотя судьба такого манекена была бы в таком случае не самая лучшая. Потому что пацан вырос гангстером, который живет только ради того, чтобы вырывать другим кадыки. Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер будет. С другой стороны, было бы неплохо увидеть его бой против Соловьева. Мастер спорта по петушиному помету против мастера спорта по вырыванию кадыков. Бой бы был великолепный. Но учитывая, что Соловей мастерски бросает помет только у себя в студии, он обычно будет пытаться победить, используя свой бесконтактный тайный стиль. В сети есть один ролик, название которого говорит нам о том, что герой нашего видео вырывал кадыки в 90-е и демонстрировал свою невероятную технику. Хотя на этом видео не Гордон. Да, сходство с ним процентов так 90. Однако на этих кадрах присутствует именно Вадим Старов, известный мракобес, практикующий бесконтактные единоборства и телепатию. На канале были видео, где я упоминал о нем, и тогда я шутливо называл этого персонажа Фантомасом. Однако теперь я понимаю, что он действительно реальный Фантомас, и смог неплохо замаскироваться под Дмитрия Гордона. Как говорят, каждый Гордон лысый, однако не каждый лысый – это Гордон. В сети также много разных видео по его тренировкам в зале. Далеко не на всех видно хорошая техника, я бы даже сказал, она в принципе тут не очень хорошая. И есть некоторые ошибки по исполнению. Однако в целом, как человек, занимающийся уже около 10 лет в зале, могу сказать, что прям плохой его физическую форму назвать нельзя. Для своих 50 с лишним лет он достаточно бодро делает отжимания от пола, а также может несколько раз подтянуться. Далеко не все люди способны на такое в таком возрасте. Тут, блин, 30-летние часто подобное не могут сделать. Это человеку 50 лет. Главное, что не имеет лишнего веса, и есть физическая активность. И именно это важно для того, кто занимается не для спортивных достижений, а просто, чтобы быть в тонусе и поддерживать свое здоровье. Не все смогут стать бодибилдерами уровня Мистер Вселенной, однако каждый может держать себя в форме и много двигаться. Это и является главным отличием фитнеса и бодибилдинга, и равнять всех по профессиональным спортсменам – это крайне дурацкая вещь. Есть еще довольно забавное видео от Гордона, где он играет в футбол, и крики, когда он отбивает мяч, довольно эпические и действительно способны многих напугать. А напугать Гордон может очень сильно. Кроме угроз вырвать кадык, он еще утверждает, что является хитманом. Не то, что похож на хитмана, я и есть хитман. Тем самым известным убийцей с кодовым названием «Агент-47». Учитывая всю мощность Гордона, он легко бы мог проворачивать заказные убийства, ибо, как было указано выше, вырос гангстером. Кстати, реальный бой с его участием таки существует, и недавно нам пришлось увидеть его. Мужик с пакетом решил проверить мастера на прочность и применил тактику атаки пакетом. Гордон же находится в боевой стойке с Mortal Kombat, а мужчина, стоящий между ними, явно рефери. Неизвестно, кто там победил, но достоверно известно, что в этом бою ни один кадык не пострадал, и можем только порадоваться за этого человека, ибо, если бы хитман был в плохом настроении, то кому-то пришлось бы очень тяжело. В целом, могу сказать, что у Гордона, хоть и есть пиар на теме спорта, и в некоторых местах достаточно кринжовый, однако, если сравнивать его с теми самыми ряжеными чемпионами, на которых я все эти годы делал разоблачение, то на фоне их он не выглядит, как самый суровый спортивный балабол. Взять тех самых мастеров спорта или мастеров спорта по кику, там балабольства в разы больше, но Гордон, несмотря на свои видео, не говорил, что он достиг каких-то серьезных успехов в спорте, в отличие от известных, ряженых, разукрашенных. Его можно критиковать за его деятельность, скорую смену политических взглядов, однако, в плане пиара на теме спорта, это далеко не самый большой трэш-персонаж. А на сегодня у меня все. Напоминаю, что про его главного оппонента, Соловьиного Помета, я уже как-то делал видео. Там рассказано о настоящем боевом кукареке, который бьет своим пометом насмерть. Так что, кто не видел, можете посмотреть. Есть, кстати, эта версия ролика в украинской озвучке. Не забывайте поддерживать видео лайками и комментариями. Скоро будет много контента про бойцов-молодцов и не только. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok